Да и я смотри там ролик про тебя. Где про меня? Стинт мнения зрителей? А перед началом видео попрошу вдолбить по подписке на мой канал. А чтобы вам было проще... Это опять сейчас... А, это читайте комментарии, подожди. Приятного просмотра. В этом видео мы поговорим об очень умном, добром и привлекательном человеке. Мы немного о Стинте. Я написал десяти рандомным людям из чата Стинта и узнал их мнение о нем. Я долго придумывал вопросы для подписчиков, и вот что у меня получилось. Он просто в чат в G5 зашел с Даллом? Читайте сами эту духоту. Привет, друг, подруга. И чата Стинта ответишь мне на... Если не труднее, на пару интересующих меня вопросов. Пожел это для видео. Как познакомились с Максимом Стинтой? Насколько долго смотрите его трансляции? Что вам нравится в его контенте? А что не особо? Какой ваш любимый трек Стинта? Что, на ваш взгляд, делает его стримы интересными? Ваши ожидания этого будущего стримов? Ни каких-нибудь изменений в контенте? Вопрос о звездочке? Какие моменты на его стримах вам запомнить больше всего? Желательно прикрепить видео. А мы перейдем к ответам. Так интересно. Ща отвечу. Умням. Первый чел на уни. Не ответили. Через меня немного наебал. Ля, его этим ломали. Переходим к следующему. Кто такой Стинт? Что за на уни? Второй человек выразил весьма адекватное мнение. Это из моего чата? Нет. Просто что за... Бля, один нахуй. Переходим к третьему. Познакомилась около года назад. Наткнулась на видео в Ютубе. Смотрю в Твиче около 8 месяцев. Думаю, что его контент меня привлекает своей интересной тематикой. Нет таких вещей, которые бы не нравились, думаю. Любимый трек «Девочка». Стримы делают интересными различные приколы. Ожиданий нет, но надеюсь на такой же интересный контент. Моментов много, но один из запомнившихся. Моменты с песнями в ебланхате. Такой, такой, если меня не сломать... Вот человек, много ему не надо, видите? Вот хороший. Вот это зрители прямо идеальные. Много ему не надо. Песенки попели, офигенно. Вот, вот такими, ребята. Девочку слушает, вообще идеально. Так вежливо со мной еще никто не обращался. Поэтому давайте же поскорее перейдем к следующему подписчику. Я просто увидел в рекомендациях видеостинта про Гаррис Мод. Решил посмотреть, зашло. Смотрю его стримы где-то 6 месяцев. Не больше он интересен... Любовь конкретно. ...рассказывает. А в разоблачениях, ответочках, раскладывает все по полочкам. Ну конфликтолог. Мне не нравится, что он много душнит. Ну, блядь. Блядь, все равно кто-то раскидывает. Говорит то, что я раскидываю по полочкам, ему нравится, но ему не нравится, что я душню. Ну то есть как вообще можно не душня, а раскидывать по полочкам? Мой любимый трек. Музов. Стинт. Первый секс. Так, сразу вот. Все. Типа первый секс. А где девочка? В стримах он практически... Где Стинт идиота? А, это, наверное, был записывал из-за песни. Вот, вот люди охуенные, просто такие. Мне все нравится, заебись, ничего, не надо делать лучше. Блядь, мне нравится то, что все такие, типа, я смотрю тебя 8 месяцев, 6 месяцев. Одинственное, что они помнят, это вот самый последний момент. Это еблон хату, Вестхан с братишкиным. Блядь. Я жду, чтобы кто-нибудь написал, где меня сжигали. Не знаю, не знаю, даже если из недавнего брать, я надеюсь, что кто-нибудь напишет про то, как меня сжигали в Берлине, там, допустим, что-нибудь такое. Я познакомилась с Тинтом из-за нарезок на Ютубе очень близко. А так, на слуху, его имя еще очень давно. Даже не знаю, откуда. Я тоже не знаю. Мне очень нравится то, как он рассуждает и как реагирует на многие вещи. Я нашла человека, с которым схожего мнения на 90%. Иногда не нравится то, что он может уйти совсем далеко от темы разговора, но в этом есть и свой шарм. Ну, блин, да, у меня есть проблемы с этим, но я не могу ничего сделать. У меня просто такое происходит очень часто. Я начинаю что-то рассказывать и хожу вообще в другое русло. Я, правда, возможно, это проблема с детства, я там, не знаю. Может быть, в том, что я мало читал определенное время своей жизни. Вообще, кстати, книги реально надо читать побольше. Есть проблема в этом какая-то. Мой любимый трек это девочка, потому что прям кайфово звучит. Его стримы делают интересной его личность, мне этого хватает. Я надеюсь, что он сможет сделать что-то масштабное на стримах, не могу сказать сразу. Я хочу, сейчас скажу, я куплю мак, поставлю на колесики и проедусь по нему. Масштабно, ребят? Как Вилсаком учил, как Вилсаком. Но хочется увидеть что-то большее, чем посиделки за компьютером и разговоры с чатом. Мне запомнился весь стрим в костюме Ананаса, это гениально. А с днём рождения! От себя пожелаю прожить жизнь дольше жизни Ананаса. Вот и я вернулся в Саратов, мой любимый дом, но он немножко изменился. Бля, я реально сидел в костюме Ананаса стрим, это вообще пиздец. В нем крылась какая-то страшная тайна. Привет, Афрамериканец, что ты делаешь? Ты от кого-то бежишь? Сразу хочу сказать, что я не считаю себя фаном и все дела. Я смотрю его не так давно, чтоб считать себя кем-то больше, чем зрителем. Я познакомился с Максом в ТикТоке, мне просто попалось его видео в рекомендациях. Это было относительно недавно, где-то в районе марта-апреля этого года. Именно с этого момента я смотрю трансляции Стинта. Я не знаю, это приятно, я не знаю, мне очень приятно. Столько давно слежу за ним, чтоб выделить какие-то моменты. На данный момент мне нравится все. Нет самых любимых песен, но больше всего слушаю песню MZLFF, Стинт, Первый секс. На мой взгляд, то, как он подает свой контент, это уже интересно. Опять же, не могу выделить какие-то моменты, ведь я тут новичок, можно сказать. Мне нравится все, что есть сейчас, поэтому ожиданий не имеются. Блядь, вообще идеально. То есть, всем просто все нравится, что происходит. Ожиданий никаких. Опять же, их немного. Я не была на этом стриме, но после полностью его пересматривала. Дрейкстах и Ильой жестко чувствуют. Не знаю, с той стороны, это грустно, что ожиданий никаких, а с другой стороны, как бы, это круто, значит, получается, и стараться не надо. Сидите, смотрите на все. Я и так, на самом деле, я не стараюсь, потому что я обманываю. Это, не знаю, почему я именно это запомнила, но, ха-ха, момент, когда он из-за стримера сломал наушники. Еще один момент, когда Макс смотрел чокер и говорил, я не буду это одевать. Видео, к сожалению, у меня нет. Блядь, никто не догадается, что в этот моменте я, на самом деле, просто сидел и то ли переписывал с кем-то, то ли аниме листал, то ли еще что-то, а потом увидел на другом экране, что происходит. Я просто прослушал половину. Я там то ли что-то свое слушал. Короче, я занят был. Я потом выкупал, что происходит, и такой, нихуя себе, а че, а че? Так. А! Блядь! Сука, я... Я наушник с набал. Так, ебаный. В смысле? Долбоеб. Я не буду это покупать, блядь! У меня ребенок уже есть. Как вы будете смотреть на меня, говорить? Папа, папа, что я тебе нахуйня и грубил? Я кошка-девочка, нахуй! Сосисиску! Привет. Смотрю на протяжении года, но познакомилась с ним года два назад, благодаря Вой. Мне нравится весь его контент, ибо он все преподносит суперски. Трек, девочка и не форка. Он... Хорошо. Он их делает интересными, убивает своей харизмой. Я вообще своей харизмой убиваю людей. Ну, в хорошем смысле. И шутками. Думаю, его контент будет приобретать лишь улучшение. Момент со стримхаты, где он делает зарядку и где проводится твистер. Блядь. Ладно, это смешно было. Макс, я узнала совсем недавно, а Кивина со стримхатой. Еще толком не слежу за ним и его творчеством. Но думаю, в будущем все будет. Извиняюсь, что так мало. Да нормально, уже приятно. Про Максута узнал в году, так, две тысячи... Ого! ...тищи семнадцать. Попался на ютубе, он мне понравился, и я начал смотреть его видосы. Мне они пиздец нравились. По дыню заеби заходили. По дыню. И уже позже узнал... Видосы по дыню. ...его твич, но на стримы заходил редко. Посматривать на резки мне легче было. Да, в принципе, все. В плане контента хз. Но нравится запись треков. Мне, как музыканту, интересно смотреть за чужим процессом создания музыки. Ну, спасибо, хоть кто-то называет это музыкой. Уже приятно. Он, короче, типа, от микрофона моего кайфует, бро. Спасибо. 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 Я считаюсь таким юфагом, потому что мало слежу за ним на самом твиче, так что сорян хз. Не за что, бро, за ответы. Но я думаю, не попаду в ролик, потому что мало чего сказал... Бля, долбоем сидит, ной нахуй чекает. ...интересного. Но все равно тебе спасибо за вопросы и Максу за контент. Спасибо, спасибо, что это приятно. Последний гость о телевиде. Небезызвестная личность. Спасибо, что... Здравствуйте, стинти. Я узнал, наверное, год назад... О, это Чапа? ...прослым летом трик стинта, который мне нравится. Это первый секс и девочка. У меня, по сути, других-то и нет. Если из серьезных, интересными его стримы делают то, что он на стриме может делать песню. Если что, первый секс серьезный. Если из серьезных, типа первый секс, серьезная песня. И девочка, серьезная песня. Или играть в сквадом ебланов. Мне интересно, скорее, часовые душнильные конфликты. Да бля, это самое охуенное, что у меня есть. Я конфликтолог. Но это чисто мои загоножидания от стримов. Наверное, те, что скоро он придет более чем к онлайну. Моменты, которые мне запоминались хорошо, это создание рафлотриков, игры с квадом, совместные стримы с кем-либо, а видео нету. Наконец-то этот душный ролик. Не знаю, мне очень понравилось. Ну, типа, очень приятно. Честно, ребят, скажу вам честно, очень приятно. Ну, если я был бы менее зажатым долбоебом, я бы, конечно, прямо сейчас сидел бы и говорил немножко даже другие вещи. Но так, скажу вам просто спасибо большое. Как же прикольно быть идиотом, на чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам, хоть все болит, но не пойду к врачу.